Доброе утро! Ходуштоп! Ходуший Яр! А! Ходуший Яр! Сегодня мы праздновали, так будем праздновать! Ходуший Яр! Какая-то аббревиатура, что за месяц такой хороший у нас перед нами? Я Всевышний, излечающий вас! Это месяц, который пригоден для излечения, то есть, ну, тот, кому надо пойти к зубному врачу, не стоит ждать от Тишрея до Яра, да, вот, разумеется. Но, Ходуший, этот месяц Яр, он, что называется, благосклонен, ну, а, имеется ввиду, что объясняет нам, что такое лечение, как таковое, да, уж, коль, по-моему, итак, не ждите, идите к врачу, вверх, будьте здоровы, само собой разумеется, да, но все-таки, уж, коль мудрецы обратили на то внимание, то нам надо тоже пойти за ними и сказать пару слов, дабы это весьма-весьма с нашей недельной главой соприкасается, да. Аминь, мы, в последнее время, да. Аминь, да, мы уж, в последнее время, да. А ты говорила, аминь, вы взяли что-то охотишь Иера? Так говорят мудрецы, решите вот, Иер, они, Шхам Рафеха. Иер, Рафеха, они, Шхам Рафеха, Иер. то это не придумал вот и так где мы сказали это связано с нашей конечно же главою глава называется киды шим будьте святы вот ну и как же дай как он за начинается она будьте святы и и сказал севышний маша рабе на говори все общине израилевы и скажи им святы будьте ибо свят они севышний вас все понятно призывы ясен да все поняли призыв кто не понял призыва когда вам говорят встать встаете на сесть садитесь на правильно дышать дышите не дышать не дышит а теперь я говорю вам свят ты будьте святы ну-ка быстренько быстренько но виктор искал будьте святы как это не вижу свечение как у вас он со святости ну приказ был где не вижу постоянно ежедневно ежечасно я хочу когда я говорю кому-то встать я вижу что он встал сесть он сел а другой будь свят есть ваше величество ну начинай и что как делается вот мы читаем из года будет будьте святы а разумеется мы сейчас поговорим хотя сегодня не эта тема на что такое ну понятно обязаны рассудить что такое святость отделение отделенность но есть предположение их правильно принципе правильно дороги дети товарищи что у вас совершенно верно отделиться от всего плохого тоже годится и не годится а дальше есть список чего не делал совершенно верно то есть тут конечно же можно сразу понятно да а как как это выполнить и поэтому продолжает продолжает у нас что называется рецепт да как же будет святым бойтесь каждой матери свой отца своего до соблюдайте шаббат вот эта дорога до которой до не обращайтесь к идолам и другим всяким истуканом не делает себя никаких стукан и я вас и вышли и потом начинает вправду вы вправо целый длинный список как быть святым ну это русское слово да нам не годится никак кадош как виктор продолжает предлагает нам это быть некая отделенность да а вы развиваете тему отделенность это отделять отделять себя от плохого да и правы раши говорит сразу на нашу главу что такое быть отделенные от того что называется и не запрещено то есть если нам запрещено свинину есть так об это не надо ждать не ешь свинину понятно там все однозначно тут раши говорит даже то что разрешено будьте осторожны не так там все просто да будьте святы ведь используется как будто в будущем и это действие не связано со временем когда мы говорим что идет это постановление во времени сейчас поэтому мы не можем ответить на вопрос будьте святы что это что этапа дым ортал м тушим чею чею это может как будущее добыт есть такие глагол которые есть настоящая подростки но как это по-английски называется длительное будущее дальше по списку что надо делать и конечно так долгие господа и мы находим до самого то что нам необходимо для сегодня и что еще надо делать чтобы быть тем самым отделенным от плохого вашей версии да пока плохого до или же да еще список конечно мы должны сегодня все дурное свалить в одну кучу все что знаете дурного да вот корзина стоит что-то у нас плохого похоть жадность да давайте помогайте ну все давайте знаете плохое зависть жадность похоть прихоть как это слушана рада злоязычия злость человеческая гордость мчтительность у корзину уже прет уже до задал ну толкай еще и новичну сластолюбие оттуда и вот уже все уже уже трещил железе все уже лезет из дыр да засунули все все засунули вот эта корзина да да и мы говорим вот это вот сегодня мое так ли да да не мое да или это не продолжим это само собой посмотрим почему это происходит иногда постреливает да иногда хочется сладенького иногда хочется горького иногда хочется чего поорать что хочет можно вот наш разговор далее поэтому но не зря мы сказали холош у нас месяц нас и яр я всевышний излечающую вас будем лечиться господа лечиться будет от чего болезни какой-то или важно лес есть болезни у людей есть болезни всякие 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 самая шаббали как вы назвали и почему шизофрения она более общее шизофрения она более включает себя все оттенки известного расстройства причину которого мы сейчас попробуем разобрать хорошо и так мы идем по списку что надо делать чтобы не быть смешаться семей для делиться известное правило господа на которой весь мир стоит весь мир знает то самое люби ближнего как самого себя в нашем списке в нашей главе да и люби ближнего как самого себя тоже знает народы мир знают употребляют это просто уже наизусть и мы тоже знаем сами ты наизусть это наша глава люби ближнего как самого себя не делать неправда на суде и будьте снисходительны к нищему нищему на и не угождай до лицу великому одну минутку мы приближаемся к главному не делайте неправда на суде не будьте снисходительны к нищему и не угождая лицу великому по правде суди ближнего твоего да не ходи с пледником народе то что все сказали все что вы и наша корзина проходит здесь и оставайся равнодушным крови ближнего не оставайся я всевышний не враждуй не брата твоего на сердце своем ты увещевай ближнего своего как может вещевай не мсти устало соблюдай или ближнего как самого себя то вопрос мы таким осуждали нет это не связано с нашим разговором пока не давайте дальше хорошо и так не мсти не храни злобой на стену твою на ты люби ближнего своего как самого себя я всевышний все господа добрались до точки наша . здесь наша . здесь известное выражение вы хорошо знаете это выражение всем понятно здесь нам до закона надо как много об этом рассуждали уже и каковы плоды вашего рассуждения ну каш хорошо тоже да это это называется чтоб знал как это чувство тоже годится а вот здесь вопрос у каждого же рамки вот эти разные болевой болевой уровень да у булета сделать так это нормально а для кого-то нет хорошо право здесь здесь конечно поэтому да уверенно вы поставили себе хороший опрос на известное суждение что если я знаю что если кипятком лить на ногу то это больно да да кто-то любит да поэтому да нужно вы думаете супер хорошо совершенно верно попробуем не все любят кипяток на и суде которые любят горячий чай крутой да есть просто обжигает действительно если так хорошо попробовать может быть есть и ответ на ваш вопрос мы пока подбираемся потихоньку с вопросу вопросов в этом высказывание здесь есть интересная вещь не люби и люби ближнего как самого себя вот это как самого себя скорее ответ ключ к ответу на все наши вопросы да то вы задали я откуда я люблю крутой кипяток да ты давай всех поливать я люблю когда мне все окна настишь открытый сквознячок а тут старичок сидит и ему сквозняка крутят да нормально я уже крепись люби себя еще один сквозняк поймай да как самого себя люби ближнего как самого себя и так приказ ясен да быть и святы как быть святым отделиться куча навалились в эту страшную стоит там мы дрожим от ужаса от нее уходим и потом мне говорят люби ближнего как самого себя и тогда я спрашиваю задаю вам просто еще один вы все любите себя не особо опросы еще какие-то есть дополнения будьте осторожны виктор я могу использовать вас как часто и вы правы но я бы не торопился так скоропостижно заключать я ответил максимально от всего сердца ну и правда 99 процентов 99 процентов человечества ответит вашем стиле но я бы промолчал все равно его сказал уклончиво да не так то просто а вы сразу с вилами на танк не знаю анестезию провести так любить самого себя как вас с этим еще раз сразу признался что не очень да конечно любить самого себя господа это что а вот только что мы нагрузили целую корзину и это двинули в сторону нет это двинуть сторону и стоит стороне от меня моя злость моя зависть моя что там еще вспоминать мстительность злословие весь этот список да а главное самое страшное нисходительность я не терплю я не терплю я шкаленым железом знаете да стиль да вот это вот знаете знаете я не потерплю разорю не потерплю посмотри посмотри господа это вещи на одном на одной ноге разумеется и более того что сегодня мы всего это до конца не разложим как полагается но направиться в нужную сторону тоже неплохо да еще 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 однажды 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 божьей помощью мы придем к кому-то для себя открытию она невозможно без какого-то начала как ни крути а пока все таки вот оказываемся господа любить ближнего надо это призыв этой дорогой можно действительно оказаться по-настоящему отделенным от всего этого да но чтобы это все произвести должным образом мне необходимо любить самого себя и тогда любить бы рад весь мир но условия несносные я даю экзамен на любовь ко всему миру а на экзамене у меня спрашивают а ты любишь сам себя да и тут виктор сразу срезался получил не сам себя спасал зачетки приходите следующий приходите в следующий зачет как наоборот вы срезались я ничего не срезал я наоборот сразу поставил диагноз чтобы пойти к доктору получить рецепт по-другому говоря я мог бы использовать хорошо я люблю себя эгоистично и крутить вокруг я же предупреждал что использую вас чтобы вот так согласились вашего согласия подписали подписка есть готовы все видели седели ездаться да ладно переживем это господа да и так где мы оказались с вами любить самого себя насколько мы здесь все хороши да и и как связано вот это любить ближнего самого себя где мы ведем в быту ну как это в быту мы с этим с руляем ближнего почему как вот этот насколько я люблю себя это видно на проявлении ближний само собой пока дамы доказательства дойдем тут интересная вещь сегодня сегодня утром я слышал в нашем доме у нас так устроен странно дом что слышно все как то вот что происходит в одной квартире слышал был такой вот видно муж жене объяснял как правильно заваривать кофе так понимаю надеюсь что это было это объяснение и там были употреблены выражения типа неумека на иврите неумека не расторопа это та 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 и в общем прочее проще понятно что утро не ахти как началось там у людей понятно да к чему это присутствует мы часто любим что критиковать кого-то да нам свойственно это мы сердимся на кого-то мы считаем их заблудшими мы считаем их не лучшими и просто мы их не любим называется так ведь почему потому что мы на них переносим нашу нелюбовь к себе то есть чтобы кого-то не любить я должен любить если я не люблю себя то разумеется что точно так же не нечего дать другому человеку я не знаю что такое любовь если не люблю себя как я могу дать кому-то любовь согласитесь если у меня нет 100 рублей как я вам дам 100 рублей я не люблю себя а если так то все наши склоки все наши распри от того что мы не любим себя мне нечего дать человеку потому что я не люблю себя поэтому формула простая чтобы выполнить приказ всевышнего быть отделенным надо любить ближнего чтобы любить ближнего любить самого себя если не люблю себя что я дам ближнего оттуда все наши утренние склоки вечерние дневные и на каждом шагу еще не ответ хорошо опробуем дальше это другая тема он мирил людей это другая тема нам надо разобраться с проблемой как любить самого себя вот эта корзина которую мы нагрузили всеми этими отбросами как мы думаем надо с этой корзиной нам разобраться эту корзину зависть злость критик все это все что да сейчас будем разбираться попробуем да гордыня верно но и так и гордыни мы сегодня положим на лопатки в смысле разложим ее под микроскоп что это такое сейчас совершенно верно господа надо бы это все нам уложить в коробочку которые заготовили сегодня так хорошо все верно сами не поспоришь но надо это все очень много всего мы должны это как-то сделать узор да знаете треугольничек треугольничек кружочек кружочек все должно принять как ты если ты себя любишь ты можешь допустим мириться с тем что сосед к примеру там что-то делает что мешает другим это другое это звали если он хулиган если он кошки хвост крутит то оно само собой а тоже попросим нет ну надо попросить закрыть надо еще что-то просто закрываешь это как раз попроще здесь обыкновенное воспитание и вежливый разговор и доля здесь понятно что это не так и просто но технически проще вежливого просить закрыть окно только одни как называют люди напрочь невоспитанные но они как правило все прошли через тюрьму я имею ввиду люди антимиров ну их называют блатные у них там антимир и у них там у них идеология быть против всех так и приблизительно ну это кстати ваша специальность как вы признались опять-таки да это так вот как ну понятно ну а то опять не угадали ну не важно господа давайте вернемся закрыть форточку это технически проще здесь сложнее вещь сложнее вещь сложнее чем ходущее я ходущее я излечает надо лечить кого надо лечить господа больного да как заболел человек назвали шизофрении вот даже может даже и насморк обыкновенный банальный насморк это тоже есть причина на которую нас тут запрятан надеюсь надеюсь у вас всех было у вас всех было и сэндер зашел я хочу раз не было нехорошие слова поэтому я слышу хорошие слова ходущее что у меня в урах всего хорошего а то тебе предложим урок а есть дети которых не любят есть бывает такая нелепая штука скажите что может произойти с человеком которого не любят рано или поздно приходит человек да так как бы проходящий в конце концов есть обязательный результат он просто будет болеть почему он не чувствует поддержки от того кто собственно должен его поддерживать все нас не воспитатель в детдоме никто не не педагог никто не может поддержать человека так как поддерживают его родные родители если с детства как только родился человек он отчужден от родителей он рано или поздно становится душевно больным а если будут так крепко с этим делом стоять то он просто войдет пойдет в бандиты он скажет надоело мне эта жизнь я не принимаю ваших законов я хочу быть как есть два выхода из ситуации когда не любят маленького человека который пришел в этот мир нет еще ни одного исключительного случая когда бы это не произошло это всегда может скрытый какой-то форме но будет сопровождаться вот такой вот неприятный штуковик нам надо вещь излечить потому что ходящий ярда излечение какое в этой самой любви танцея от всех болезней любовь любовь к своему сыну к своим детям любовь к самому себе любовь к своему сыну к своим детям это только иллюстрация к нашему предыдущему разговору до этого что любить самого себя вот это вот сейчас наш мы будем пытаться что же такое но это уже похоже мы уже проговорили эту вещь это что если не любить самого себя то получится как будто вы выращиваете дома ребенка которого не любите и в конце концов из него вырос либо шизофреник параноик либо будет постоянно хворающий человек хворающий чем-то не обязательно что все хворающие люди у них случилось не обязательно но или не затем чтобы случиться душевная болезнь быть так но выход из этой ситуации где нет любви однозначно нет никакого другого выхода и чудес здесь не бывает к сожалению то возвращаемся господа к нашей вот этой корзине завалены целым этим набором вещей которые бы нам не хотелось иметь при себе ну а быть правда если скажу вам господа еще раз это сразу начало того что он не любит ну погоротились да немножко не знаю что хотели сказать а надо было под руку маката если я вам задаю вопрос вы любите себя ведь правда парадоксально звучит конечно люблю на самом деле самом-то деле я люблю себя как это люблю себя теперь аккуратную сторону пошли да ну как легко доказать как легко доказывать я утром покушал чайку попил я выспался здорово это что на эту любовь к себе это любовь к себе это это любовь к себе это разве не любовь а правильно вы чувствуете вы чувствуете что такое любовь это ощущать чувствовать вы чувствуете себя вы не равнодушны к вашему голоду так ведь это тоже любовь ибо это не гладить по голове совершенно верно поэтому вопрос любите ли вы себя с этой точки зрения совершенно нелепой я вынужден себя любить. Совершенно верно. Мне нет выбора. Поэтому вопрос, если вы любите любить себя, он звучит какой-то странный. Понятно, если я люблю я. Я вынужден любить. А как же мне своя рубашка ближе к телу? Поел, поспал. Я знаю, что это такое. Поэтому задать вопрос, люблю я себя, он банально звучит. Мы оказались в другой области, да, теперь? Любишь, не любишь. Как на ромашке. Любишь, не любишь. Любишь, не любишь. Ну, хорошо. Давайте дальше пойдем по этой дороге. На самом деле, а где Мойша уехал, Сендер? Мойша уехал? Мойша был у нас на Сендере, и мы пытались разобраться на одной ноге разобрать Танью, да. Танью, на одной ноге за Песах, за ночь Песаха. И мы начали разбираться. Жаль, что он уехал, я бы с ним поговорил сейчас, но ладно. Так вот, и дошли мы до известного тупика. Нишама, нефиш, да, известный набор, которым употребляет Кабала, Хасидут. И как вроде бы соматично понятно, да, Бошественная душа, Животная душа. Все ясно, да? Таня, да? Все понятно. И мы пытались на одной ноге разобраться на огромной книге Тани, что такое книга Таня. Книга Таня объясняет нам любую сложную вещь, господа, всегда надо упростить. Как делает компьютер. Знаете, он упрощается, да, задача, да. Да, плюс-минус, и все. Дай мне плюс-минус, надо мне рассказывать, дай мне плюс-минус, я тебе такие картинки нарисую, что будет так. Но пока надо упростить до плюс-минусы. Что такое человек? Это плюс-минус. Как компьютер. Человек состоит из двух вещей. Каких? Совершенно верно. А еще проще, а еще точнее. Из двух душ. Двух душ. Согласно Тане. Божественная душа и животная душа. И то, и другое мы слово душа не понимаем. И не стоит понимать сейчас. И тогда пять. И тогда еще. И нет конца. Просто, чтобы упростить и понять схематично, довольным одного. Это некий такой стержень, уходящий куда-то в несконечную даль, которой я не знаю что там. Потому что хелек и локум и мальм и маш. Бесконечность. И взглядывается в бесконечность бесполезно. Вредно и опасно. Равно как и ждать, догонит ли Ахиллес черепаху. Помните известное выражение? Догонит ли Ахиллес? Это бегун греческий. Быстрее всех бегов. Черепаха самое медлительное животное на свете. Догонит ли он ее или нет? Это вопрос недосужий греческий. Это интересный вопрос о бесконечности. Смотрите. Расстояние отсюда от моего телефона полметра, да? Полметра? Если я сокращаю наполовину, сколько будет? 25 сантиметров? А еще 25 сантиметров. Сколько? 12, да? Сколько я могу делить число на 2? до бесконечности. На 0 не заделить. Только не делите на 0. Помните, Школя? Первый, да? На 0 делить нельзя! Почему? Никто не знал. А вот почему. Почему нельзя на 0 делить? Почему? Не будет 0. Нет 0. Нельзя делить. Нельзя. Нельзя такого функции. Поэтому, сколько я не делив бесконечно, телефон никогда не приблизится к книге. К экстендеру. Понимаете? И это на 2, и это на бесконечности. Я буду делить, 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 делить. А я шучу. Вот, смотри. Вот он на стендере. Да, наверное, сделали насильно. Вы бросили. Это то, что разум не спадает. Ты лучше дели меня по 25 микронов. Дели на 2 его. 0,05 микронов. Дели на 2 его. И нет тому конца голоса. Никогда телефон к стендеру не приблизится. Это называется бесконечности. Заниматься этой вещью, конечно, лучше не стоит, если это не приводит только к какому-то инженерному проекту. То, поэтому вглядываться бесконечности бесполезно. Но, господа, человечество страшно любит туда вглядываться. Почему? То, что вы сказали. Гордыня. Почему? Посмотрим теперь тоже. А пока она важна. Это вверх. Туда бесконечность. И это называется геова. Действительно. Там наверху Всевышний. Как странно. Всевышний и геова все вместе. Да? Всевышний и гордыня это все вместе. Что такое гордыня мы употребили? Гордыня это стремление человека вверх. Высшие мира. Это корень гордыни. Песах прошел за нами, да? Кушали им отцу. Чтобы избавиться от гордыни. А какой корень гордыни? Мой эгоизм? Отнюдь. Конечно, мой эгоизм. Но куда он направлен? Ко Всевышнему. Это как будто я там. Я там великий. Я смотрю. Это я. И люди, которые находятся там высоко. Как они смотрят на наш мир? Человек, который решил, что он уже там высоко. В нашей корзине не хватает слова. Какое? Надменность. Слышали, да? Стендарь, знаете слово надменность? Это как геова. Это тоже вид геова. Надменно. Это взгляд сверху вниз. Секомерия. Тоже геова, да? Надменный взгляд сверху вниз. Надменный взгляд сверху вниз. Отсюда, господа, все, что называется, наше критиканство. Когда человек поднимается и думает, что он страшно высоко, там он смотрит на этот мир, как, на что? Недостойное существование. Первое, на что подпадает его взгляд на самого себя. Оттуда он видит себя внизу, как ни к чем он, ни на что негодящегося человека. Никогда не способного принять себя, как он есть. Неспособный. Он оттуда не может понять, он не может себе простить ни малейшего проступка. Поэтому он себя страшно ненавидит. И ненавидяя себя с этой высоты, он ненавидит всех остальных вокруг себя, потому что у него нет другого способа глядеть на мир, нежели как через эту вот надменность над человечеством, над самим собой в первую очередь. Как у нас Маширабейн будет назван скоро? Ана в весовлагу, да? Скоро уже, да? Напротив, как нам излечиться от этой надменности, от этого высокомерия, от этой гордыни, геава, излечиться? Маширабейн приходит, излечает нас. Вот еще я. Как он излечает нас? Он назван как? Он скромный и терпеливый, я так скажу, савлан. Как вы перевели стендерно? Савлан. Терпеливый? Да, нет, это савлан, терпелист. Он терпелист. Такого слова нет, но, наверное, скорее всего, это может сказать, как, ну, тот, который... Терпимость. Терпимость. Да, терпимость. Ему свойственна терпимость. Он, вот, русский язык, что поделать, да? Он терпим, это может быть, я его терплюсь, его можно терпеть. Его можно, нет. Ему свойственна терпимость. Ну, кого терпит, да, он его может терпеть, кто может терпеть, но терпим. А когда я могу терпеть кого-то, кто я? Я могу терпеть, да? Мне свойственна терпимость. Надо проявлять, типа, видите, как в русском слове, в будущее время победить, побежу. Исключает русский язык, да, слово такого. Победим, пожалуйста. Когда все вместе победим, вместе победим, да? Одному нельзя победить, поэтому побежу смешно. Так вот, я терпим, непонятно, то ли меня можно терпеть, то ли я кого-то терплю. Играя налево-направо. Дочки матери. А поэтому, наверное, неспроста русским, великом, могучим, это так происходит. А может, кто-то знает, другую форму я забыл, не знаю, поэтому не будем спекулировать на этом. А все-таки, скажем так, способность терпеть, да, это Машера Бэйн. Он назван у нас скромным и скромнейших, и способным терпеть. Так ведь, да? Это Машера Бэйн. И он нас с вами лечит от этого надменного взгляда, когда моя душа усыняется вся к высшим мирам, где сам Всевышний сидит, и я рядом с ним нахожусь, смотрю на них, и говорю, Всевышний, какой некрасивый под нами мир. А Всевышний мне говорит, как тебе не стыдно, ты не выполнил главного его приказа любить ближнего ко всему себя. Такая любовь мне не нужна. Иди вниз, падай в эту корзину, сиди там и что-то делай, пока тебе не скажут и начинают. Хорошо? Нельзя так смотреть вниз. Нужна быть скромным, а скромность невозможна, без способности к терпимости. Все? Да? А если так, то терпимость, то что? То оказывается все проявления, корзину мы салили туда, и эту же надменность, тоже уже там она у нас, и это наша злость, и наше это критиканство, и все это, и жадность, и все-все-все-все самое страшное, которое мы нагрузили, там находится, и что нам теперь с этим делать? Да? Все? И мы, как бы, я уверен, договорились, предполагаю, что так просто выбросить это нельзя. Верно, да? Ко всему этому я спрашиваю, а к чему надо быть терпимым? К окружающим. Ну, понятно, но я не могу быть терпимым к окружающим, покуда я сам себя не терплю, понимаете? Я сам себя не терплю. Каждый промах для меня выглядит, как катастрофа. Я нахожу себя тряпкой, никуда не годящейся. И так не годится. А Севишня говорит, нет, будьте здоровы мне, это ходочая, оздоровляйся, закаляйся, как сталь. И мы должны это сделать, пока ходочая только начинается. Приехали целый месяц у нас. Месяц насыщенный празднику, который, ну, просто настолько противоречиво одно другому, что я другой такой страны не знаю, как ходочая, где было столько противоречий. А что мы имеем в виду, да? Йомат Смаут, да? День независимости. Недавно нас атаковал Иран. Атаковал Иран. Какое там количество ракет летело? Вместе около 500. 500 ракет? Вместе. Ту первую, в 90-м году война была, когда с Ираком, летело 120 всего. Да, но здесь были баллистические на точке 50 килограмм тракет. Летело, летело что-то страшное и не долетело. Не долетело. И сразу пол Европы на себя. У победы много отцов, у поражения никого. У победы много отцов и орданцы и прочие. Все сказали, мы защитили Израиль. Ну, спасибо, да. Здорово. что ж. Если это так, то спасибо. А если что-то другое, господа? А если другое? Если Всевышний очередной раз вмешался? И сказал, ладно, дети мои, хоть вы еще, конечно, не путевые, вы мои дети, я вас люблю. И ни одна эта ракета никому ущерба физическому телу не принесет. Так решился Всевышний, так и было. Нам барбани представляет вот такой взгляд на последние, последние события. А если так, мы должны с вами встать и сказать Всевышнему спасибо, называется он Галель. Да? Быть может, пройдет время и постановит в следующем год, в этот день. Будем говорить, Алель, мы не знаем. А пока у нас есть ходущий яр, есть у нас ем от смолу, независимость. И наш еврейский народ раздираем на две точные части. Одни говорят Алель, другие не говорят Алель, ем от смолу. В этом и есть противоречивость месяца и яр. А в чем его излечимость? Как он лечит меня? Чем? Вот ему лечит меня. Вот это и называется быть здоровым. Как это быть здоровым? Будь здоров на 100 годов, 120. Вот чем же нам лечит? Да очень просто. Ты говоришь, Алель, а он не говорит, Алель. Терпи его. И наоборот. Придет время, все скажут, но главное не делайте из этого скандалу. Нам скандала не хватало, настоящих буйных мало. Не надо. Вот эта проверка наша, насколько мы способны на эту самую терпеть другого. Это довольно, довольно, знаете, не самая тяжелая вещь всего-навсего. Так для иллюстрации. А нам-то ждет целая корзина. Нас ждет целая корзина, в которой мы набросали таких вещей, которые бы хотелось бы, конечно, подальше. Подальше. А Севишин говорит, нет. Мне эта корзина страшно дорога. Я столько потратил шесть дней на эту корзину, творя ее, и я не могу от нее отказаться, чтобы вы бросили это на свалку. Шесть дней моего драгоценнейшего времени потрачено на творение зависти, на творение лести, на творение злости, на творение собственно, да, все, что мы хотим сбросить. Это все, господа, называется этот мир. Наш материальный мир. Он называется Нижний мир. Севишин сделал его именно таким, какой он есть. А что мне тогда остается? Мы все религиозные, все хистипы, да? Что нас отличает радикально, кроме кипы на голове, от людей, которые пока этого еще не сделали? Что мы признаем волю Всевышнего, так ведь? Это что ты называешь по-русски? Ермолка, да? Ерат, молхут, страх перед ним самим. Я признаю, что я Всевышний. Как я признаю? Чем я признаю? То, что я ходил, молился сегодня, это может сыграть. Спектакль. Сорок минут по сцене и походить в тфелин это не так уж и сложно. Может, час сегодня ходили, да? Игра. Игра от все мастера. Настоящие проверяют меня, насколько я верю в Всевышнего, только одним известным способом. Проявляю ли я терпимость к этому миру? И только, господа, нет у нас другого способа доказать Всевышнему нашу приверженность, нежели как? Проявлять терпимость к его творению. а вот проговорились, да? Ведь это он сотворил, господа, и зависть, и злость, и, скажем, нетерпимость. Злость неуклюжее слово, на иврите называется каас. А как на русский каас красивее сказать? Как гнев. Гнев, да. Ну, гнев, да, гнев. Гнев. Красивее, литературнее. Совершенно лучше. Гнев, да? Все, и зависть, и гнев, и рсти, все это, все, все творение Всевышнего, все это находится в нижних мирах, животная душа. Которую вы начали, да? И мне надо с этой божественной души глядеть мою животную душу и полюбить ее. Со всеми ее низменными проявлениями. Они низменные, внизу находятся, да, низменные, внизу. Со всеми низменными проявлениями я должен это полюбить. И снова возвращается, как, что тут прям, понятно, я люблю покушать, поесть. Правильно, будьте святы, отделять. Помните начало урока, господа? Отделять. Кто сказал? Вы сказали отделение, да? А что отделять? Походит хорошего? Правильно. Скажите, а когда мы отделили гнев, в корзину бросили, от чего вы отделили его? Как от себя? А тогда вы что, хорошенький, оказывается? Да? Я хороший, это плохой, да, гнев. Гнев, это вот, допустим, не знаю, ну, как вы сказали, что? От смирения. То есть, вы отделили гнев от смирения. Гнев выбросили, оставили смирение. Вы полагаете, что это анти-анти? Либо ты смиряешься, либо ты гневаешься. Так вот. Хорошо. Я хотел все-таки подумать, вот как. А я, скажи мне, отделяй, отделяй, отделяй. Я отделил, я положу гнев в корзину. Отделил. А что осталось у меня здесь? Я же отделил оттуда-то, да, я? Отделил, да? Мне была что-то, куча. И я эту кучу беру, отделяю гнев. Что осталось в куче у меня, после как я отделил гнев? Хорошо, я беру зависть, тоже из кучи беру, отрываю зависть. На тебе. Так, отлично. Лезь, на тебе. Что остается в этой куче, господа? Вот моя. Ничего. Правильно, ничего нет. Все, все отделил. Все, я первый. Сделал задание, я, я, я. Ну, покажи. А где ж тут все? Да вон. Постой, отделись, сказал я тебе, будьте святы. Правильно? Будьте святы. Отделил. Да, ваше личное. Ну пока, а где? Нет, так не делят. А как же делят? Отдели. Ну, гнев от гнева. Гнев от гнева. Можете отделить? Есть гнев, который я в сторону, а есть гнев, который я в совершенном, отделяю. Я бесконечно отделяю. Гнев от гнева, зависть от зависти, жадность от жадности. Обязательно, господа. Ну, обязательно. Что значит? Должно остаться здесь, господа. Передо мной навсегда должна остаться моя корзина, наполненная и гневом, и жадностью, и завистью, и сладострастием, и что хотите, и поспать туда же. Святое дело. Святы будете. Святое дело поспать. Святое дело поспать. Еще как? Чтобы потом были силы. Да? Святое дело. Святое дело позавидовать. Конечно. Как? Да и ничего себе как. Вчера я припоздал на урок к своему ралу. Припоздал. А там уже все сидят. Как я им завидовал. Сколько у них мужества взять такси и приехать. А может, не мужества, а жадности не меньше. Ну, жадность у всех есть, господа. Жадность нам нужна. Да? Зачем не жадность? У меня бы выросли жадность до корзины. Нет, оставьте жадность. Оставьте себе жадность. Почему? Почему мне нужна в остатке жадность? Это я в корзину, а это жадность. Я поделил, я отделил. Это жадность не моя. Вот это жадность моя. Почему эту жадность, этот гнев оставил при себе? А гнев, для чего расстрелять-то его? Гнев-то куда годится? Больше знаний. Гнев на того самого, на собой себя, который, когда я ленивый. Гнев на хамах, с ней и урожайность. А, да. То есть, гнев это, у-ху. Правда, надо тоже иметь, хорошо сыграть. Гнев заставляет нас быть артистами. На самом деле, гнев опасная вещь, это огонь, это серьезно. Редко, прибегайте редко к этому делу. вот, вот, и лучше всего гневом пользоваться в воспитании детей. Там нужен нам гнев. Только воспитание детей. И то, от нас требуется великий артистизм, сыграть гнев, но не выказать его на самом деле, наружу. Сыграть. Вы можете сыграть гнев? Ну, как учил Станислав Станирович Данченко, помните? Выйти на сцену и как... А внутри он справнодушен на имму артистов. Вот, пора. Это остатки гнева. Господа, последние минуты. Для чего мы оставили эту корзину с ненужными, казалось бы, в начале разговора веществами? Да бросьте ее все. Нет, Всевышний, я до этого творим. Чтобы ты ненадменно глядел на мой мир, принимал и проявлял терпимость к этому миру. Все. И тогда излечится человек и будешь, ты здоров и никакая болезнь, которая в Египте насла, больше на тебя не будет распространяться. И что мы тут завяжем? Последнее узелок наше вышивание. Сегодня Кадиш слышали? Итгадаль Итгадаль Итгадаш Мей Раба Ищем. Что это значит? Переведите на русский. Итгадаль Итгадаш Мей Раба Как? Да возвеси и возвеси Итгадаш Твоё. Понятно? Да? То есть попроще. Да будет расти Твое имя. Так ведь? Кадиш Знаете слово? Слышали сегодня? Вы думали, что это такое? Что мы говорим? Великая вещь. Стоя С вдохновением Надо Сосираться Эти слова Ищем Вот так Кто это скажет Тот будет наверняка Здоров До сто годов Ну что учись Знаете, да? Вопрос А что внутри Эти слов? Не пора ли подумать? Да будет Расти Твоё имя Ага Так ведь? Так? Ну Переведите мне Сендер На русский язык Переведите мне Слова Итгадали Итгадаш Немедленно На простой Возвесить Итгадали Итгадаш Итгадали Вырастет Да и вырастет Что такое вырастет? Итгадаш Это Ну И освятить цель Да Отделиться И будет Но самое главное И вырастет Твое имя Вырастет Вырастет Имя Всевышнего В каком смысле Вредности Сейчас мы пытаемся Разобраться Последние секунды Это он уже Типа О О О О Это ваш стиль Это стиль ваших разговоров Это я у вас Подхватил этот насморь Точно Это его стиль Так и вот Правильно Куда ему Расти Всевышним Он же Велик Бесконечный Какое я имею Право Смотрите Всевышний Вырастет Твое имя Куда Что ты там Понимаешь Всевышний Расти Видели Так вот Более Серьезный Разговор Стоит На Около Реки Река Течь Вот я понимаю Это по-наполеон Река История Развивайся Ленин На броневике История Я тебя двигаю Вперед Давай Всевышний Всевышний Расти Ну Такая Святая Молитва И так Смешно Можно Перевести Правильно Мы должны Это смешно Перевести Почему Действительно Имя Всевышнего Растет Для кого Для него Нет Для нас Ведущим В этом мире Ведь мы То конечно Есть высшие мира Мы наша Божественная душа Там А есть животная Душа И мы должны Эти вещи Соединить Что мы делаем В своей жизни Каждый день Но этот рост Мой Разумеется И происходит За счет того Что я говорю Кадишно Я должен Понимать Как растет Имя Всевышнего Имя Всевышнего То есть Его присутствие В этом мире Моя связь с ним Укрепляется И растет И это Всевышнего Великое Милосердие Которое К нам Он дал нам Возможность К нему Приближаться И другого Выхода у нас Нет А есть люди Которые любят К нему Приближаться Они к нему Стремятся И они смотрят Оттуда вниз Надменно И говорят Я готов Я все могу И лучше меня нет Помните Как взяли его Исав Сделанный И любой Человек Который в этом мире Смотрит Надменно На другого Это высоко Духовный человек В самом худшем Смысле этого слова Он высоко Забрался Но Надменно Смотрит на других Это он не любит Чтобы любить Других господа Мы должны Сказать Кадиш И понять Что это значит Да растет Твое имя Господа Теперь Как я вижу Рост Как я знаю Что Произошел Рост В моем понимании Только в вашем Ботаническом понимании Или в вашем Биологическом Вы ботаник Вы ботаник Вы зоолог У вас растет на окне Авокадовая косточка А у вас котенок В коробке Как вы знаете Что рост происходит Визуально Господа Визуально Простым Взглазом Без микроскопа Каждый Папа Папа Проклюнулся Росток Из авокадовой косточки Запиши дату Через неделю Папа Два сантиметра И линейка Мерует Вся семья измеряет Параметры Освещения Солнца Не выращивали ни разу На балконике Такого ничего Или кошку купили Папа Он уже открыл глаза Уже говорит по-русски Это другая тема Растет Растет Да Но как я знаю Что рост произошел Когда у меня есть Шкала Низкого К высокого Так ведь Косточка Потом вырос Еще выше Котенок слепой Еле ползает И уже ходит Обязательно Нежный Нижний мир Обязательно Небо Необходим Без него Господа Невозможно Определить Рост Есть Или Нет Невозможно Если я вам покажу Стоэтажное Здание А вы не знаете Сколько этажей Я вам снял Фотографию Ну первый Этаж Не снял А только верхний Я говорю Сколько этажей В этом доме Вы что считаете 98 Я говорю Нет 120 Нет Я говорю 120 Право Я не могу сосчитать Почему Да потому что Я не нужен Первого этажа Мне нужен Первый этаж Чтобы сосчитать 120 Поэтому мне нужен Нижний мир Чтобы я мог Куда-то идти Видеть что растет Поэтому господа Жадность Жадность Гнев Очень нужны Вырастить Вырастить Как я говорю Что в этом мире Севышний Есть Очень просто Я Господа Ты не мои слова Слышал Одного Рава Собственно Весь урок Я построил У нас Веседия Этого Рава Хорошее заключение Сегодня утром Мы все давали Дздаку Да Молимся Приходит человек Или даем Дздаку Скажите Когда кто-то Дал Дздаку Легко Дать Дздаку О Легко Дать Дздаку Вот мы С вашим вопросом Заканчиваю урок Легко Отдать Дздаку Страшно Тяжело Чем больше Да хоть сколько У каждого Свой параметр Жадности Ну мы все Жадные Господа Мы должны Быть жадные Ну что Для чего Для того Чтобы когда я Жадный Отдают Дздаку Это я Одновременно Понимаю Что если Не будет у меня Жадности Рубаха Парень Это плохо Ааа Завирай Это неверно Я должен Пережить Маленький катарсис Это действительно Мои кровные Деньги А то что Я их отдаю Это потому Что велел Всевышний Только поэтому Его приказ И когда я Это делаю Это сделает Этот Всевышний Со мной И когда я Достаю из кармана Свой шекель И кладу Это не я делаю Господа Моя природа Противу Она не хочет Никогда Настоящая природа Моя И будьте честны И терпимы Сами к себе Чем моя терпимость Да признайте Вы жадны И вы Не вы даете Дзаку господа Всевышний Вашей рукою Дает Дзаку И что может быть Лучше в господатном мире Когда Вашим телом Правит Всевышний Вы просто все Называете Инструмент Руках Всевышнего Рука ли это Ваша Нога ли это Ваша Голова Мысль ли это Ваша Не важно Все что вы делаете Это Вы в руках Всевышнего Вами Творит мир И через вас Растет имя В этом мире Всевышнего Господа А мы В этом просто Становимся здоровыми Физически И духовными Дай Бог Что мы Итого